Арктика Друзья, для самостоятельных путешественников Я сделал удобную тревел-карту с ключевыми местами Зимнего Кольского Карты загружаются в удобный оффлайн-навигатор и работают без интернета Более 60 локаций поделены на 7 групп К каждой локации добавлено краткое описание Подробная информация по ссылке под видео Привет, меня зовут Антон и я уже несколько лет делаю авторские туры по России В этом видео расскажу про один из них Итак, летим в Мурманск Для меня тур начинается на день раньше Надо подготовиться и забрать прокатный автомобиль Да, именно автомобиль Мои туры для небольших компаний от 3 до 7 человек Поэтому чаще всего мы ездим на кроссоверах в Минювенах Старт путешествия завтра утром На гостей я прошу прилетать заранее Так как еще одна ночь увеличивает шансы увидеть северное сияние Поэтому из аэропорта сразу едем на охоту Очень красиво звучит фраза охота на северное сияние Но по факту это выглядит примерно вот так Ты стоишь на обочине, где-то за городом, чтобы не было засветки И ждешь, пока она не появится Самый главный трак северного сияния Это улучшенность Сейчас может быть классный прогноз Но все затянуто облаками И ничего не видно Так как само сияние Оно в высоте примерно 80 км То есть за облаками Обычно тур начинается с обзорной экскурсии по Мурманску А на следующий день мы едем в Териберку Но в этот раз меняю дни местами Все дело в том, что на следующий день обещают снегопады и метель А это значит, что есть риск попасть в неприятную ситуацию Поэтому под огненный рассвет Выезжаем из Мурманска в Териберку И ехать всего 130 км Но зато каких Сначала ничего необычного Снег, лед и колея Обычная зимняя дорога Самая опасная во второй половине Где начинается тундра Из-за отсутствия естественных препятствий В виде гор или деревьев Эту дорогу переметает даже в слабую метель А в сильную уравняет с ландшафтом Вместе с автомобилями Бывали случаи, когда из сериберки Нельзя было выбраться неделю Именно поэтому по воротам на Северноморск Установлено табло, которое показывает Открыта ли дорога Если поедете самостоятельно Мой вам совет Берите с собой запас воды и еды Хотя бы злаковые батончики А также заправляйте полный бак бензина Я еще беру с собой термоодеяло На всякий случай По дороге делаем остановку У Кольской ВЭС Это самая большая ветряная электростанция За полярным кругом 57 большущих ветряков Вырабатывают огромное количество электроэнергии Не доезжая до Териберки Справа вдоль дороги можно увидеть военный аэродром В времен Великой Отечественной войны Он был резервным и почти не использовался Однако засветился в фильме Случай в квадрате 3680 Где снималась аварийная посадка Площадка слева 10 Разглядел Леская потеря высоты Экипажу приготовиться к аварийной посадке Сажаю Как вы можете заметить Советский кинематограф не отличался детализацией Заход на посадку проходил в горах Приземление в поле Подъезжаем к Териберке И уже отсюда виды вау Несмотря на то, что я тут бывал уже много раз Все равно как-то завораживает Первым делом заезжаем на кладбище кораблей Покрытые снегом островы Прямое напоминание о том, что когда-то это был крупный районный и рыболовный центр Увидать поселок стал после 1960 года Тогда райцентр перенесли из Териберки в Североморск Прибрежное рыболовство начало терять свою привлекательность перед океаническим А после закрылся и рыбоперерабатывающий завод Люди стали уезжать, несмотря на то, что в те времена это было непросто Ведь до 1984 года добраться до большой земли можно было либо по морю, либо вертолетом К тому же до 2009 года это было закрытое село из-за близкой границы с Норвегией После небольшой прогулки заходим в самый северный ресторан Ходишь как будто в сарай, а за дверью один из лучших видов из окна ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем через поселок Ладейное на берег Баренцева моря Или Северного Ледовитого океана, кому как больше нравится Если честно, до сих пор не знаю, как правильно Вроде бы и море, а вроде и четкой границы нет В общем, напишите в комментариях, как вы думаете, море это или океан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас пойдем на пляж Яйца дракона Сюда можно также доехать на снегоходе, но мне кажется, в этом нет необходимости Потому что идти буквально минут 10-15 А вот если вы хотите уже съездить до водопада батарейский То, конечно, лучше воспользоваться снегоходом Потому что, ну, сэкономить силы, собственно, и время Потому что световой день короткий Но сейчас водопад замерзший Выглядит, ну, не так фантастически, как летом Поэтому лично мне кажется, что ходить вообще нет смысла А за спиной у меня заброшенная метеостанция С недавних пор эта территория стала нацпарком Сначала требовалось просто оформить разрешение на посещение А теперь сделали платный вход 380 рублей Почему яйца дракона? Все просто Камни на береговой линии, округлой формы И очень похожи на яйца Смотрите, как они выглядят в морозе Когда вода на них застывает и превращается в глазурь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такое ощущение, что китайцам разрешили Снова приезжать к нам в Россию И сейчас в Мурманске и в Териберке Их просто какое-то нереальное количество Слева очередь из китайцев Что-то невероятное Скелет кита из фильма «Левиафан» Хоть он и бетафорский, но выглядит впечатляюще Изначально он лежал на берегу за Териберкой Потом какой-то питерский бизнесмен Увез к себе в имение Но несколько лет назад скелет отреставрировали и вернули Но уже на другое место Ужинаем перед обратной дорогой в самом северном ресторане И возвращаемся в Мурманск По дороге попадаем в метель Но успеваем выехать без проблем Во время тура живем в парк-отеле «Экспедиция» Это классная тревел-гостиница С мини-библиотекой и местными сувенирами Второй день путешествия посвящен в Мурманску Начинаем с мемориала морякам, погибшим в мирное время Вообще, это целый комплекс объектов Первый – это башня-маяк В стенах башни располагается галерея памяти с мемориальными плитами и книгами памяти погибших моряков Где на сегодняшний день зафиксировано более полутора тысяч имен Перед башней стоит якорь, под которым в земле заложена капсула, наполненная морской водой Как символ братской могилы В 2009 году у маяка был установлен фрагмент рубки подводной лодки «Курск» Затонувшей в Баренцевом море в 2000 году Когда случилась эта трагедия, мне было всего 13 лет Прекрасно помню, как смотрел каждый выпуск новостей в надежде, что все закончится хорошо Мемориал защитникам советского заполярья Или в народе – Алеша Одна из самых крупных статуй России Изначально планировалась установка на площади Пятиуглов Но в итоге поставили здесь, на Зеленом Ису Взгляд Алеши направлен в сторону Долины Славы Где в годы войны шли самые ожесточенные бои В хорошую погоду отсюда открывается отличный вид на город, порт и Кольский залив Один из самых милых памятников Мурманска – коту Семену В 1987 году семья Синишиных возвращалась на машине с моря И потеряла в Москве кота А спустя 6 лет он каким-то невероятным образом вернулся к ним в Мурманск Следующая точка – Мурманский порт Здесь перешвартован ледокол «Ленин» Первое в мире судно с атомной энергетической установкой На борту проходят экскурсии, но в сезон попасть проблематично Купить билеты заранее нельзя, нужно стоять в живой очереди В день проходят три экскурсии в 12, в 13.30 и в 15.00 Запускают две группы под 20 человек И до конца неизвестно, попадешь ты в их число или нет Нам повезло и мы попали со второго раза Экскурсия длится примерно час, за это время успеваем пройти около 15 помещений Вот, например, кают-компания, которая превращается в кинотеатр В салон капитана, где принимались почетные гости Через иллюминаторы с толстым стеклом можно посмотреть в помещение, где стоят атомные реакторы В машинном отделении включают имитацию работы паровых турблей Также на борту имеется медицинский кабинет, в котором есть практически все Но большинству интересна, конечно же, рубка Откуда управлялся такой диган Можно постоять за штурвалом и попереключать положение машинного телеграфа посмотрите, чтобы малость не пропасть Двигаемся дальше. Ещё один необычный арт-объект в Мурманске – это самый большой термометр за полярным кругом. Расположен на 150-метровой трубе Мурманской ТЭЦ, а высота самого градусника 65 метров. После насыщенного дня отправляемся в топовый ресторан Мурманска «Тундру». Зимой очереди сюда, как на ледокол. Внутри крутой интерьер и разнообразная кухня с северным оттенком. Приехали в Ноксамскую деревню. Вообще, что это такое за место и крутки Самы? Самы – это коренной народ Кольского полуострова. Здесь сейчас сделана такая туристическая деревня, чтобы познакомиться с их бытом, с их культурой, как у них всё устроено. Ну и покормить оленей, погладить кроликов. Просто хорошо поесть себе. Экскурсия проходит в несколько этапов. Сначала всех собирают и дают морковку, чтобы кормить кроликов, которые свободно бегают по всей территории. Далее идем через аллею идолов, где про каждого рассказывают историю и как надо загадывать желания. Заходим в загон к коленям. Про них рассказывают интересные факты и дают ягель для кормления. Пока отогреваемся, нам рассказывают про саамов и их быт, а также про животный мир Кольского. Дальше нас ждали саамские игры, бессмысленные и беспощадные. Колпа русских китайцев и индусов соревновались в перетягивании палки и пинание куска оленей шерсти, имитирующего мяч. Финальной активностью стала катание на оленей упряжке. В летнее время еще водят к озеру, куда якобы упал метеорит, а вместо оленей дают покататься на квадроциклах. В завершении обед из ухи и национальный напиток. Повторюсь, деревня исключительно туристическая, хотя это скорее эко-парк с развлечениями, но сделано все продуманно и качественно. На этом все. Возвращаемся в Мурманск за сувенирами и едем в аэропорт. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем любви и добра!